Часто к нам обращаются в студию те, кто хотят действительно продвинуть свой собственный сайт. Ну а что если у вас сайта нет? Вот с чего нужно начинать свои работы первоначально? Конечно же многие скажут, что собирать сайт нужно с семантического ядра. Да, этот ролик, как вы поняли, будет сегодня про семантическое ядро, но не совсем верно. Я скажу, что перед этим предшествует еще несколько этапов. Один из них анализ конкурентов, второй это само собой нейминг и брейдинг вашей компании и изучение рынка. Если вы эти вещи не проанализировали, то конечно сбор семантического ядра, это будет вам бесполезно, потому что если вы ничего не изучили, то вам будет тяжело. Но сегодня мы поговорим именно про этот третий этап, сбор семантического ядра для сайта, сайта которого нет. То есть если вы планируете создавать сайт, который вы еще не создали. Причина может быть такая, потому что есть сбор семантического ядра для сайта, который уже создан и допустим вам нужно всего лишь нормализовать структуру, Это другая работа, про нее посвящено, есть уже много роликов, вы можете на них сходить посмотреть. Но сегодня мы посвятим идею тому, что если сайта нет, но есть конкуренты и вы хотите, конечно же, к ним приблизиться. Давайте так, научимся сегодня собирать симметическое ядро от А до Я при помощи как платных инструментов, так и бесплатных. Я вам покажу, конечно, в чем преимущество платных инструментов, потому что действительно они полезны. Ну и что можно сделать за счет бесплатных, но в чем их недостаток. Поехали. Итак, давайте мы возьмем один из сайтов и вот просто на примере этого сайта возьмем нишу, например, курсы, обучающие курсы. Это очень популярная тема в SEO. Мне прислали ссылочку, либо это потенциальных клиентов, либо сайтов для анализ, я не знаю. Это на следующий наш вебинар, который планируется с 7 мая. Скорее всего, видео это выйдет раньше, чем сам вебинар пройдет с Михаилом Шакином. И мы будем там разбирать анализы конкурентов. И вот, собственно, мне прислали этот сайт, и я решил его взять за основу нашего ролика. И вот на него будем учиться собирать действительно семантическое ядро. Почему я его выбрал? Выбрал не Москву, а какой-то другой привычный. Потому что я взял специально небольшой бизнес, это курсы образовательные в Челябинске. Да, город специально выбрал тоже, так просто совпало. И вот мне прислали ссылочку на этот учебный центр Болива. Вероятно, если я буду создавать аналогичный конкурентный продукт, вот есть у меня один из конкурентов, этот Болива. И я пытаюсь с ним конкурировать. То есть у меня тот же самый спектр услуг. Я называюсь как угодно, там, все что угодно. Придумали для себя название, провели маркетинговое исследование. То есть у меня уже есть сайт, купленный под него домен. И мне надо собрать семантическое ядро. Вот смотрим сейчас, как бы я поступал. Первоначально я бы изучил структуру сайта конкурента, которому я буду собирать семантику. Я четко вижу, какие у него есть иерархии. И точно так же я должен продумать все эти иерархии на нашем будущем сайте. Поэтому мы берем какой-нибудь Mind Manager и продумываем, конечно же, эту иерархию. То есть понятно, вот у нас есть главное. У нас есть все вот эти страницы, которые мы можем взять у конкурента. И, конечно же, взять его основные курсы, на которые он заточен. То есть мы возьмем, вот так скопируем. И вот его курсы. Точно так же мы можем потом зайти в статьи. Статья у меня не выводится. То есть нет, а это вот наши курсы выводятся. Других у него выпадающих в меню нет. Вот есть конкретно о школе новости, даже преподаватели. Здесь об организации общая страница. Это общая страница, лицензия и тому подобное. В принципе, очень-очень, я так сказал бы, неплохо реализованная система. То есть вот эти все страницы, оно решено у него в виде PDF. Но это как уже решили. То есть есть страница организации. Здесь общая страница о школе, которая рассказывает про школу непосредственно. И тут идут ответы на вопросы. Тут можно посмотреть раздел новости. Это четкая новость. Ну и, конечно же, раздел наши преподаватели. Это тоже, собственно, важный раздел. То есть смотрите, я планирую сайт, но семантику мы будем реально собирать. Только под некоторые разделы. Разделы, на которые будет собираться семантика, скорее всего, будут находиться вот здесь. Я вот сейчас с вами их просто помечу. Так вот сейчас заливка, заливка, не могу найти. В общем, вы понимаете, вот курсы и, конечно же, все, что будет находиться в разделе статьи. Фактически в SEO будут участвовать только вот эти страницы. Другие страницы в SEO практически не участвуют. Они нужны для других целей. Поэтому, когда вы продумаете структуру сайта, вы должны четко понимать, что ключи собираются только на те страницы, которые я выделил. Остальные страницы, они под SEO не затачиваются. Они нужны для юзабилити, для других целей. Они, их обычно не гуглят, но обычно на них попадают изнутри сайта. То есть когда находят эту информацию. То есть если вы спроектируете сайт, в котором будут только те страницы, которые заточены под SEO, но будут отсутствовать страницы, не заточены под SEO. Вы проиграете в другом, в юзабилити. И про это я останавливался в своих прошлых видео. Обязательно сходите и посмотрите их. Сегодня будем учиться собирать семантику для вот этого простого сайта. То есть главное у нас заточено обучение или курсы онлайн. Это наше главное. В частности, учебный центр красоты, он заточен вообще. И давайте посмотрим, по каким ключевым словам она ранжируется. Это легко. Просто берем точный URL и смотрим. Точный URL мы видим, что страница ранжируется. Учебный центр, обучающие курсы. Но в принципе так оно и есть. Это вот те страницы, по которым она ранжируется. Ну и соответственно, если мы посмотрим, там другие страницы, они там занимают тоже свои топы. То есть можно взять ключи. То есть как вы видите, я уже при помощи Ахревса могу из конкурента взять ключи просто уже в готовом видео. Вы скажете, что Николай, это сам блядь ли так легко? Я говорю, да, так легко. Я могу сейчас просто скачать вот эту семантику его сайта полностью. Вот как она есть. Домен без субдоменов. Вот просто взять все его ключевые слова. И вот тут 284 ключевых слова. Вот так вот скачать. И получить семантическое ядро вот просто на пустом месте на основе сайта конкурента. Само собой, мне надо будет взять четко его ключи для конкретной страницы и распределить их по страницам уже непосредственно в виде таблиц. То есть как вы видите, вот мы сейчас скачали. Вот мы сейчас эти странички получили. Это очень быстро. То есть при помощи Ахревса семантика собирается. На самом деле очень быстро. И я считаю, что если вы у вас есть четкий конкурент, чьи услуги вам нужно украсть, конкретные ключи нужно страницы украсть, то, конечно же, оптимальный вариант взять ключи конкурента и, как говорится, разбить их по блокам. То есть мы сейчас берем данные, фильтр. И, конечно же, берем, распределяем страницы по их, как говорится, рейтингу. То есть мы просто их сортируем по алфавиту. Ну и само собой, тут у нас есть такой нюанс, что сервис, конечно, мусор тянет. Но вот наша главная учебный центр Челябинск. Вот мы видим ее трафик, вот мы видим ее волюм. Вот этих ключей. То есть само с тобой тут можно убрать то, что совсем мусорное в ручном режиме. И вот ваши ключи, по которым вам нужно действительно там продвигаться. Учебный центр Челябинск, учебный центр Челябинск, обучающие курсы Челябинск. То есть по факту вот эти ключи, которые являются для главной. Соответственно, тут вы видите кучу мусора, но вы берете эти главные ключи, и заходите сюда же в Keywords Explorer, вбиваете и вытягиваете. И получаете вот All Keywords Ideas, все ключевые идеи. Нет, нет, на фрейсмэч. Фрейсмэч, sorry. И получаете все ключи, которые, возможно, для этих страниц наиболее релевантны. То есть оно их вытягивает релевантными сразу в список. Скачиваете список, вот он, ключи для главной страницы. Точно так же проходитесь по другим страницам. То есть если мы возьмем сейчас следующую страницу. Здесь у нас, видите, блок, блок, блок. Нас интересует Our Lessons. Нас интересует, допустим, дизайн и роспись ногтей. Вот эта страничка ранжируется. Курсы дизайна Челябинск, это мусор явно. Дизайн, ногтей, роспись. Плохо что-то она ранжируется по курсу Our Lessons. Дизайн и роспись ногтей. Потому что, скорее всего, толком так и не ищут роспись ногтей. Я даже не уверен, что ищут роспись ногтей курсы. Обучение. Да, именно так не ищут, поэтому толком-то трафика по этой странице нерелевантны. А вот обучение шугарингу и курсы шугаринга Челябинск, вот как мы видите. Вот курсы восковые эпиляции, курсы шугарингу. Вот это, это ключи, которые вот четко годятся для этой страницы. То есть, вы видите, что есть страница, которую я показывал, и ее действительно трудно взять за основу. То есть, например, вот даже вот у конкурента страница дизайн и роспись ногтей плохо ранжируется. То есть, нет, так не ищут, так не ключи. Но вот, например, страница курсы депиляции ранжируется. Что это значит? Это значит, что когда вы будете выбирать услуги для продвижения, вы должны четко понимать, что и у конкурента некоторые страницы услуг могут быть названы неправильно. И иногда просто глупо брать их название как есть, а возможно подумать над другим. И вот сейчас мы видим, что с курсом депиляции все хорошо, но вот дизайн и роспись ногтей Челябинск у нас плохо. Поэтому, что мы делаем, мы ищем нового конкурента, но не целый домен, а конкретную страницу. Мы ищем дизайн и роспись ногтей Челябинск, чтобы увидеть того, кто будет занимать топ. И вот мы, а, ну, собственно, мы его и видим. Возьмем другого, может у него получше. А, у него, видите, дизайн ногтей, поэтому мы берем его с сайт-эксплорер. Вбиваем эту страничку и смотрим конкретные ключевые слова для этой странички. И вот мы видим ключевые слова для этой странички. Дизайн ногтей, дизайн гелевых ногтей. И вы видите, тут ключей, конечно, уже побольше. И что мы берем? Здесь мы берем сразу несколько ключей. Дизайн ногтей, оформление ногтей и закидываем в Keywords Explorer. Дизайн ногтей Челябинск. Оформление ногтей Челябинска. Почему я везде уговариваю Челябинск? Потому что если вы продвигаетесь по какому-то конкретному региону, понятно, что все гео могут быть тоже соответствовать конкретному региону. Вот, курсы дизайна ногтей Челябинск. Если вы сделаете вот так, то вы будете, ну, как бы, есть риск, что у вас будет очень много собрано ненужной гео. Поэтому именно платные сервисы в этом плане, конечно, проигрывают. Потому что оно действительно может тянуть не те слова, которые вы хотите. В этом есть одна особенность. То есть здесь общая семантика тянется в большом диапазоне. Поэтому выкачивая здесь, здесь надо сразу отсекать все запросы, которые содержат название городов. И, соответственно, убирать их и кластеризовать. Как вы видите, тут ключей, видимо, не видимо, 8,5 тысяч ключей. Поэтому для запроса дизайн ногтей, то, конечно, лучше в Челябинске заточиться, чтобы продвигаться по своему региону. Более того, вас же интересуют курсы. Курсы. Ага, так не ищут. Курсы. Дизайн ногтей в Челябинске. Как мы видим, сейчас будет опять болива. Нет, кстати. Есть какая-то отдельная страница. Beauty Nails. Курсы, которые занимают первое место по этому запросу. Удивительно. Давайте проверим. Смотрите, мы сейчас изучаем исключительно непосредственно запросы. Сайты могут попадаться? Не очень. Это факт. Но вы должны четко смотреть запросы. Поэтому здесь вот мы видим, здесь и маникюр, и ногтевой сервис. И что мы имеем? Мы имеем кучу ключей, которые нужно сортировать. Конечно же, сортировать ключи удобно, если они сразу идут, как говорится, в готовом виде, как мы сейчас смотрели по вот этим страницам. Допустим, обучение маникюра Челябинск, курсы маникюра Челябинск. Здесь все просто. Вы взяли вот так вот ключевые слова Keyword Explorer, забили и скачали. То есть вообще, в принципе, вам даже особо не надо мучиться. Потому что вот, вы взяли всю семантику сразу, получили и сразу с ней работаете. Вот она у вас есть, какая она существует. Вы знаете, какие слова нужно, как говорится, распределить по странице. То, если у вас страницы не очень удобны, приходится собирать ручками. И вот здесь мы переходим к другому этапу, когда действительно ручками, ну, как бы собирать трудно. То есть, если, например, вот мы видим вот эти ключи, то есть мы можем их даже вот так вот, допустим, скопировать. И, например, вот курсы маникюра. Это вот у нас вот идут дизайн ногтей, это курсы маникюра, допустим, вот у нас будет ногтевой сервис. Очень неправильный такой вот запрос, я бы так сказал. Кстати, удивительно, курсы маникюра это страница… Ногтевой сервис я неправильно поставил. То есть, это страница ногтевой сервис. То есть, название ногтевой сервис уже неправильное. Как вы видите, у конкурента не очень правильно назвал свою страницу. Курсы маникюра будут более правильным названием. Точно так же по другим страницам, по рикмахерской отделе мы точно так же можем проверить, как продвинуты у него, какие запросы у него продвинуты. Более того, обратите внимание, что у него есть внутренние страницы. То есть, если вы обратите внимание, есть отдельная страница по наращиванию ногтей. Это тоже нормально, когда страница имеет подстраницы. Фактически, взяв за основу его структуру, можно полностью распределить все эти запросы. То есть, если я неправильно чуть сделал, если взять запросы, добавить в примечание, А вот здесь, допустим, добавить его под разделы, то есть мы сейчас возьмем конкретные разделы страницы маникюра, у него благо это сделано в виде папок, так что в принципе вот мы видим, у него есть аппаратный педикюр, мастер ногтевого сервиса, у него есть страничка наращивания ногтей, то есть у него уже созданы сразу раскластеризованные запросы, поэтому если вы берете, изучаете конкурентов, создать страницы без проблем. Но иногда конкуренты ошибаются, поэтому приходится собирать действительно запросы с нуля. Как я бы поступил в таком случае? Я бы по-другому сделал, я бы взял бы, собрал бы из всех конкурентов запросы таким платным сервисом и кластеризовал их каким-нибудь инструментом. Есть несколько способов кластеризации, один это KeyCollector, второй это наш инструмент, начнем сейчас с нашего инструмента и пройдемся по нему коротко. Мы создали наш кластеризатор именно с целью, чтобы очень быстро уметь распределять кластеры по их потенциальному весу. Не скажу, что он сразу распределит вам правильно, то есть по группам, это логично, он автоматический сервис и более того, он обучаемый сервис, ему нужно ручками, надо помогать и обучать. Я сейчас вам покажу, как пользуюсь я кластеризатором, как я распределяю группы по страницам, но как я понимаю, я не ухожу от созданной структуры, которую я взял за основу. Первоначальная структура, как я показывал в той карте, она остается неизменной именно касательно общей структуры сайта. И мы работаем только над теми услугами, теми страницами, по которым нужно контент действительно распределить. Итак, перейдем к кластеризатору. Кластеризатор это наш инструмент, мы его создали исключительно для того, чтобы кластеризовать симметические ядра. И он позволяет закидывать огромное количество ключевых слов, огромное, ну все зависит от вашего тарифа, конечно, вы можете выбрать там любой из них. В принципе, многим и не нужен что-то больше базового, поэтому это факт, то есть вам хватит и базовой версии. Он поднимает всевозможные различные файлы, которые вы скачаете, то есть при попытке загрузки, то есть он может закачать любой файл, который вы ему скормили. И, условно говоря, этот файл он распознает по ключевым словам, сразу их понимает, где они, каким группам. И, конечно же, он их кластеризует. Единственное но, он плохо понимает синонимы. Синонимы разной ниши бизнеса. То есть, например, если шугаринг это значит одно, допустим, восковая апелляция это то же самое, то, как говорится, нужно помогать. Как вы видите, вот он рассортировал у нас по самым трафиковым запросам вверху и, соответственно, вниз. Как вы видите, он обратил внимание, что Челябинск везде используется, в курсе Челябинск, маникюр в Челябинск. Наша цель, чтобы он на слово Челябинск не реагировал и не пытался его кластеризовать. Поэтому мы ему, как говорится, говорим Челябинск, игнорируй. Чтобы он его не воспринимал как лишнее слово. Почему? Потому что если у вас будет много городов, то это будет, конечно, иметь существенное значение. А в противном случае, если вы такой трюк сделали, то он будет его распределять уже отдельно. Что изменилось? Появились другие странички, вензели на ногтях, курсы аппаратного маникюра, школа индустрии, явный мусор, его можно удалить. Сколько стоит маникюр, уроки маникюра начинающих и тому подобное. Что вы видите? Вы видите, конечно, огромное количество ключей, которые по факту, ну, может быть, недособраны. То есть вы скажете, Николай, так вы, наверное, мало ключей собрали. Вот именно. Если собрать много ключей, сразу со множества конкурентов, получается картина гораздо глубже. И сейчас я вам это попросту покажу. Давайте зайдем на наш сайт, который мы смотрели, вот этот Bolivar.ru, и поищем его конкурентов. То есть для этого зайдем в сайт Explorer. Ну и, конечно же, поищем самих конкурентов. Топ-домины, вот домины-конкуренты. Их нужно искать разными способами. Можно брать ключи, искать, можно искать вот так вот ручками. Ну и, конечно, их надо проверять. Вот Челябинске. Вот Москва. Не подходит. Тоже Москва, наверное. Nailhouse Moscow. И вот это подходит. Итого. Вот у нас есть сайт номер один. И сайт номер два. Мы берем их ключевые слова. И, конечно же, первый. И второй. Пока, собственно, слова ищутся. Мы видим, что здесь 600 слов, здесь 193 слова. Мы видим, что слов немного на самом деле. То есть такое бывает, что сайты действительно слабенькие. Но я говорю, лучше всегда семантику брать в первую очередь из всех конкурентов своего региона. То есть это оптимальный вариант, чтобы у вас не потянулась семантика другого региона. И мы говорим только сейчас про использование платных сервисов для снятия семантики. Если мы будем пользоваться другими сервисами, я расскажу об этом чуть дальше. Так что не стоит выключать видео. Я расскажу, как при помощи Ahreps, собственно, ленивый SEO-шник может собрать семантику для будущего сайта. Потратья вот сколько вы времени смотрите этот ролик. Вот все наши ключики скачались. Мы заходим в наш кластеризатор. И, конечно же, все наши скачанные ключи вот так вот убираем и заливаем. Ключей стало больше. Запускаем поиск. Ну. И здесь видим, конечно, много чего интересного. Дизайн Ахтеев, фотогалерея, надо же, такой ключ. Подтянулся в дизайн Ахтеев, салон дизайн Ахтеев, образцы дизайна Ахтеев. Ну, я бы сказал, ключ мусорный. Мы от него избавляемся. Курсы парикмахера все-таки, обучение маникюру. Ключей стало больше. В каждый кластер распух. И в него добавились новые ключи. Вот это и есть особенность, конечно, чем вы больше ключей заливаете, тем лучше. Это само собой. То есть, если вы кластеризатор скормите еще больше ключей, то получится, ну, вполне себе адекватная семантика. И вам будет действительно проще работать. Почему я рекомендую использовать платные сервисы, а не перебирать слова руками? Во-первых, сортировка по трафику. У каждых слов нужно знать четко трафик. Именно желательно фразовых запросов. В этом плане мне очень нравится, как дается цифра Ahrefs. Он дает именно потенциальный фразовый трафик, что очень важно. То есть, не только широкое соответствие, но еще и фразовое соответствие. В этом плане мне он нравится даже больше. Почему? Потому что некоторые запросы могут стоять в обратном порядке. То есть, более длинное слово может быть даже вверху. Вот. Другие сервисы в этом плане не могут так похвастаться. Например, планировщик ключевых слов, он выдает только широкое соответствие. Соответственно, слово из одного слова всегда будет иметь миллионный трафик. И это минус. Поэтому фразы, даже вот он разной перестановки слова, окончания, он тоже выбирает у них разный трафик. Это тоже очень важно. Обучение на косметолога, обучение косметологов и обучение косметологов. Разное слово форма, он тоже считает разный трафик у этих слова форм. Поэтому да, я считаю, что вот именно платные сервисы в этом плане серьезно выигрывают. И вы получаете огромную семантику, которая уже разбита по группам. А что нужно делать дальше? Нужно каждую группу соотносить с новой будущей страницей. Будет ли это новая страница или ее не будет. Или вы будете напротив этого кластера говорить, не буду создавать страницу. Что для этого нужно сделать? Ну, нужно, как говорится, скачать результат. Так, секундочку. Неправильно. Мы вот так вот сейчас возьмем все, выделим. И сохраним выделенные. Это удобно сделать. Вы можете сохранить как все, так сохранить выделенные группы. И таким образом, как говорится, получить себе свою семантику сразу без всяких проблем. Так, пока он что-то думает. Отправим ему запрос. Вот, вы получаете семантику, разбитую сразу по группам. Здесь вы видите частоту, кд, это показатель конкуренции ключевого слова. Средняя стоимость контекстной рекламы. То есть и тип ключа, который распознает система. Что вы увидите? Страница разбита по группам. Поэтому ваша задача всего лишь разбить странички по кластерам. Это сделать очень легко. То есть вы просто взяли вот так, выделили все страницы. Тут у нас 486 ключей. Выбрали промежуточный уток. Выбрали сортировать, допустим, по частоте. Считаем, нас интересует не ID группы, а группа. Сделали результат. И получили группировку. Готовую группировку. Вот у вас есть данные. Вы взяли все итоги. Допустим, покрасили в желтый. Я люблю так делать. Очень удобно. Не захотели с первого раза, но со второго точно. Вот. И теперь напротив каждого желтого блока вы просто ставите будущий URL, будущей страницы, которая она будет. То есть будет ли у вас эта страница, вот ее у вас семантика, вот у вас есть кластер для этой семантики. Вы сможете сказать, Николай, маленькие кластеры. Но так весь нюанс, что у некоторых страниц будут они небольшие, а если вам нужно создавать подстраницу, у нее будет отдельный кластер. То есть, что очень удобно. Допустим, если хотите заточиться под запрос обучение косметолога, вот у вас страница под обучение косметолога. Захотите заточиться под страницу обучения парикмахера, вот у вас то, что ищут с обучением парикмахера. Допустим, салон красоты Челябинск, то есть, если вам нужно сделать страницу про обзоры на салоны красоты, пожалуйста, вот можно сделать там салоны красоты Челябинске, например, что угодно. То есть, как вы видите, по разным запросам что-то уйдет в блог, что-то уйдет на отдельной странице. И вот здесь вот очень важно, когда вы изучаете иерархию, изучив иерархию конкурентов, вы думаете, это будет под страницей этот кластер, или он будет в вершине страницы, или он будет в статьях. То есть, принимая решение по каждому отсортированному кластеру, вы идете так сверху вниз и говорите, допустим, обучение ногтевому сервису, это услуга. То есть, соответственно, вы берете вот так, обучение ногтевому сервису, да, вот она у вас есть. То есть, вот вы взяли вот этот кластер, обучение ногтевому сервису, sorry, вот он у вас, и взяли его ключи, обучение ногтевому сервису. ну правда в единственный момент что обучение этого сервису почти не ищу то есть как вы видите там мастер маникюра он есть вот маникюрик этим а тут екатеринбург затесался с екатеринбургом вот это минус екатеринбург нужно весь говорится удалять как его удалять на старте допустим если вот мы бы делали это изначально и правильно все города не нужны вы должны взять вашем кластеризаторе и заминусовать заминусовать очень просто екатеринбург делаем поиск он сейчас пройдется и прочистит все лишние слова точно также касается и других городов рекомендую пройтись и другие города почистить то есть вот такое у нас получилось здесь 189 кластеров таким образом вы пересматривая результат пересматриваете и оставляете только то что вам нужно те кластеры которые вас интересуют соответственно вы увидите что какие-то кластеры имеет трафик но они слишком узкие что это значит это значит что возможно слов недостаточно слова нужно дособирать зайти и воспользоваться любыми другими сервисами какие сервисы порекомендуем давайте пройдемся сервисы для сбора ключевых слов конечно же первую очередь хорошие и платные следующий сервис который приходит на ум для сбора ключевых слов конечно же это кей коллектор и кей коллектором я пользуюсь постоянно я пользуюсь ним для того чтобы в быстром режиме сорвать слова почистить слова обработать слова его инструментарий действительно огромен но я в нем конечно не очень люблю кластеризовать слова но все-таки иногда если семантика маленькая то я могу это и сделать и непосредственно в кей коллекторе почему потому что мне приходится перебирать некоторые слова там по пяти по шести страницам кей коллектор с этой задачей справляется просто безупречно ну то есть с глубокой семантикой у него есть проблемы как и в принципе у любого кластеризатора наш кластеризатор в этом плане более гибкий я могу ему сказать какое слово является синоним какое нет с кей коллектором с этим есть проблема и некоторые слова он воспринимает как есть и в зависимости того как его и сегодня спарсили выдачу он закластеризует так а завтра спарсите выдачу она он кластеризует иначе в этом плане он не очень удобен поэтому давайте так говорить на чистоту будем говорить про key collector как про инструмент который действительно классный и вот мы будем говорить о его плюсах как я его использую я не буду рассказывать про интерфейский коллектор я просто расскажу как допустим в него быстро скормить ключевые слова которые вы допустим выключили из охрев действительно иногда это очень удобно потому что вам нужно собирать трафик для этих слов а у вас нет на это времени да пожалуйста легко заходим импорт из csv и выбираем вот собственно те слова которые те запросы которые есть обратите внимание единственный момент если вы будете качать слова из охревса он не распознает их как колонку поэтому единственный вариант как говорится выжить в этой ситуации это взять запросы csv и конечно же отредактировать их в блокноте и вставить в excel и пересохранить другого метода я к сожалению не нашел вот поэтому если вы знаете то ok потому что противном случае у я так и не нашел способ как по-другому их сделать пересохранить их вот мы сейчас сохраняем что он опять на май разбивает ну да конечно как обычно он не разбивает все по маю вот и вот этот из-за того что он не воспринимает это как через запятые как через табуляцию вот собственно этим в этом есть серьезные проблемы у кого акцель на английском языке этой проблем не будет вот январем и маем потому что это проблема из-за точек но нас в точке меньше всего интересует нас интересует разбивка всего лишь по колонкам конечно же вот собственно то единственный момент когда вы со его обозвать то есть допустим книга и обязательно формате csv разделенный с запятыми вот это очень важно вот так приходится каждый файлик пересохранить и скормить то есть если мы сейчас импортируем csv вот этот книга 1 он его нам а секундочку его надо закрыть те коллектор настолько глуп что не может открыть сохраненный файлик это тоже нужно понимать понятно можете импортировать еще и чужие проекты поэтому иногда многие любят покупать проекты то есть и как есть я уже здесь по умолчанию по сопоставил все поля все которые мне нужны то есть и вот он может там единственный момент cpc может красиво некрасиво понять но бог с ним вот он их понял вот он их залил вот наши все ключи залитые уже из того сайта который мы брали за основу то есть если провернуть этот трюк со всеми другими сайтами понятно вот они здесь будут залиты вот полностью со всеми заполненными полями я не буду заливать все остальные сайты покажу что можно делать еще понятно что из них можно их уже разбивать по группам сразу можно взять по странице то есть конкретную страницу взять разбить сразу вот парикмахерское дело вот вы взяли вот так вот выделили слова и потом не знаю отметили выделенные строки и там перенесли в раздел парикмахерское дело можно так сделать можно вообще автоматическом режиме сначала группы создать импортировать сразу все по группам можно и так то есть как вы видите можно уже кей коллектор работать а потом для тех групп у которых мало слов например мы сейчас такую найдем одну вот нет от нас интересует именно исключительно уроки а не блок так 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 вот секундочку это патологический педикюр вот почему бы и нет вот такая вот запрос патология обучения педикюр челябинск но просто как я понимаю это не педикюр это именно отдельно патологии патологический и давайте посмотрим что это вообще за запрос существует ли он в целом для этого мы конечно же зайдем на вордстат вот так яндекс точка ру и проверим что еще это такое педикюр 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 патологический москва но такой специфический аппаратный педикюр патология аппаратный патологический педикюр то есть как мы видим есть такие запросы поэтому мы берем его и используем для сбора обучение педикюру но прежде чем мы будем пользоваться коллектором не забываем выбирать правильно регион иначе у нас потянет полный мусор и конечно же мы говорим про исключительно яндекс и под не просто мы ничего не сможем сделать смотрите вот здесь такая очень важно обучение педикюру есть такая штука называется скобки то есть скобки это срабатывает как и варианты которые вы переберете через вертикальную черту то есть если например курс и вертикальная черта обучение вертикальная черта он там что еще там есть онлайн нет она понятно что онлайн на курсы обучение школа школа но педикюра педикюра она будет как угодно педикюр челябинск точно так же мы можем добавить отдельным таким запросам если мы сейчас вот возьмем его так забьем посмотрим какие она слова найдет как видите вот он сейчас логиниться у нас есть журнал который позволяет отследить ну и собственно кей коллектор он работает он проходится по тем словам которые которые вы ему задали через эту систему я рекомендую использовать эти вот синонимы для как бы через скобки для синоним для сбора слов потому что иногда лень забивать по миллион раз много вариантов слов но если как говорится вам трудно с этим интерфейсом да и в принципе этот интерфейс работать только в яндексе google не работает я создал чуть-чуть другой инструментарий который позволяет это делать вот собственно вот скачанные наши ключики курсы педикюра обучение педикюра как вы видите вот они скачались по челябинску соответственно подология не скачалась но я думаю мы ее тоже увидим сейчас ближайшее время как видим тянется екатеринбург он нам не нужен мы уберем это понимаю он рядом и есть второй сервис который позволяет все эти трюки перекрутить ну все эти слова перекрутить сервис называется у нас он генератор ключевых слов сейчас мы на него зайдем пока собираются слова почему мне нравится кей коллектор для сбора слов он именно для сбора он не повторяет дубли то есть если я правильно начал собирать слова дубли по умолчанию не повторяется но есть один нюанс если вы собираете семантику уже сразу по будущим кластерам собирайте в обратном порядке от кластеров наименее трафиковых к кластерам наиболее трафиковым иначе у вас будет каша и вы потом будете все время сидеть перебирать эти слова ну конечно кластеризатор вам в помощь он хотя бы с кластерами вам поможет и распределить слова по группам вот нас интересует непосредственно генератор ключевых слов утилита для быстрого сбора ключевых слов здесь условно говоря вы забиваете все ваши варианты допустим патология патология педикюр аппаратный педикюр ну и соответственно здесь обучение курсы школа выучить все что угодно здесь можно там там челябинск например написать при желании добавить челябинск вот она вас будет конфликт педикюр челябинск это будет тех кто действительно педикюром занимаются поэтому нас интересует только обучение педикюра не сам педикюр поэтому вот вы взяли вот ваши запросы скопировали их ну и соответственно ищите единственный момент да то есть если мы их ищем и должны искать вот таким образом то есть закрывать и искать есть куча трюков которые позволяют искать как говорится при помощи подсказок но например вот у google подсказки есть то есть например но они игнорируют регион поэтому вы можете вытянуть очень много ненужных слов поэтому я люблю искать по youtube он к региону меньше всего привязан по youtube подсказки они самые самые такие вкусные и вот здесь действительно можно найти интересные слова сразу для конкретных страниц можно проверить это видите вылетает москва краснодар с этим нужно действительно бороться то есть вот геозапрос если вам не нужны то они однозначно ну вот них надо избавляться ну а потом результаты которые вы собрали на примере вот патологического педикюра я специально выберу страницу на обуву прямо в режиме онлайн и вот собственно вы можете сейчас взять и собрать все частоты для всех страниц там где частот нет почему я люблю собственно яндексовские частоты то есть просто пора на эту собирать они собираются сразу в нескольких видах широком соответствии фразам соответствие можно даже в точной слово форме в этом плане мне очень нравится потому что я могу примерно прикинуть какую фразу лучше использовать для тайтла какую фразу лучше использовать там в начале предложения какие слова выбрать чтобы они были в description то есть в этом плане мне действительно нравится сортировать ключи по яндексу и вдобавок это очень быстро потому что это не требует каких-то феноменальных временных затрат и я могу очень быстро отсортировать ключи по трафику желательно по частотному трафику и конечно же убрать мусор который тут же по вылазит всякие спб и тому подобные ключевые с ключевые слова и обратите внимание вот я вижу всю семантику рассортированную по блокам и как вы видите те слова которые залил изначально с охревса находятся всего лишь здесь а найденные ключи в основном были найдены ручками и находятся гораздо выше то есть обратите на это внимание особенно когда вы будете собирать действительно семантику то есть вы можете упереться в то что некоторые слова действительно еще и заметил одно что у меня ключики собираются с трафиком за год а изначально в ворсаде собирается трафик за месяц это значит что вот эта частота будет неверной поэтому я бы ее удалил и снял бы снова почему люблю трафик за год потому что некоторые тематики могут быть вполне сезонными и сегодняшний месяц допустим за последние 30 дней может быть пустым и практически его никто не может искать поэтому я рекомендую смотреть циферки вот в кей коллекторе за год для выбора ключей как вы видите вот они как-то сразу стали более живее естественнее то есть в этом плане конечно вот обращайте внимание на годовые цифры это очень удобно и как вы видите мусор который остается на дне он вам не нужен ключи с очень низкой частотой я бы не рассматривал для seo вообще многие скажут николай зачем я говорю для seo я бы их за основу не брал для продвижения то есть их можно оставить там выбрать какие-то интересные но хотя бы то что имеют там за год ищут 10 раз это уже предел то есть вам уже туда так глубоко мокаться не нужно то есть это значит ключи они не для seo они просто их изредка спрашивают они появляются на уровне погрешности для продвижения они не совсем годятся в контенте могут быть упомянуты хотя бы по слову из этого ключа но для продвижения они не сгодятся собственно а что такое семантика семантика это наши будущие анкоры анкоры которые мы будем использовать конечно же для ссылок внутренних ссылок и конечно же внешних ссылок и поэтому очень важно выбирать трафиковые анкоры потому что чем более трафиковый анкор соответствует в этой странице тем оно и лучше а сейчас я проведу такой короткий ликбез быстро соберу семантику и покажу что получилось итак когда вы уже в кей коллекторе собрали ключевые слова вам нужно будет готовый список конечно же привести в порядок ну в порядок его приводить несколькими способами в первую очередь это ну конечно же найти дубли и удалить самый простой способ это удалить неявные дубли такой есть инструмент анализ не анагдобля я его очень люблю вот при помощи него я отсортировал ключевые слова с определенной частотой допустим которые не используются и удаляю и это значит что пусть вот например фраза учебный центр челябинск еще 686 раз а учебные центры 51 раз значит мне учебные центры точно запрос не нужен и таким образом я их удаляю из всего списка количество ключей резко худеет и собственно моя семантика становится более естественной и более нормальной то есть теперь мы уже смотрим на что мы уделяем внимание уделяем внимание называемым большим группам большие группы это группы которых огромное количество ключевых слов и я всегда обращаю на ключевых слова с очень высоким трафиком это годовой трафик поэтому должны выделить то что интересуется то что можно вынести конкретно в отдельные группы я четко вижу это мастеров мужской стрижки то есть курсы мужской стрижки обучение это точно явно будучи раздельная страница и я бы выделил его отдельно курсы мужской стрижки я конечно взял такого но на самом деле от курса мужской стрижки я вижу этот запрос и я вижу что я этот запрос я бы по-любому бы обработал бы мужская стрижка мужские парикмахеры вот взял бы вот этот запрос еще бы это собрал мужская стрижка и посмотрим сколько он еще запросов найдет о как увидим еще сколько их нашло огромный вид количество ключей вот она сейчас нашла смотрим что мы из этой запроса выберем дальше тут есть универсал такой запрос с нуля для начинающих но надо понятно она это для всех касается колорист 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 такой есть парикмахер колорист челябинск почему бы мы бы не вынесли его отдельно потому что действительно люди интересуются это запросы курсы колориста смотрим дальше курсы разряды и дальше уже идет смотрите обращаем внимание я целую глубоко не иду вот есть еще отдельно детский парикмахер детский парикмахер но как мы видим я не буду выделять его под отдельной странице детского парикмахера по написать причин не так что и много людей интересуется обучением детского парикмахерства то есть мы перебрали все ключи видите детские спросили всего лишь раз под него я бы отдельную страницу не пилил почему потому что нет смысла это мужская стрижка до действительно 10 отдельно вот учиться парикмахер мужской стрижки по умолчанию парикмахерам он воспринимаем как женского парикмахера да но курсы мужской стрижки они действительно отдельно их можно выделить по отдельно то есть парикмахер получаем некий универсал который стрижет и женщин и мужчин по умолчанию да но вот мужская стрижка в запросах выделяется отдельного на это нужно обратить внимания. То есть это не значит, что вам нужно создавать страницу курсы парикмахера, курсы женского парикмахера, курсы мужского парикмахера. Потому что женского не ищут. Зачем? А вот создайте в рамках страницы дополнительный раздел курсы мужской стрижки и курсы колориста. По поводу колориста мы еще, как говорится, не проработали. Колорист, колористика. Здесь очень важно вот этот сленг, который вы должны понимать. То есть когда вы ищете что-то, семантику подбираете, вы должны понимать, какие ключи, как говорится, люди ищут. Курсы колориста, как вы видите, нормально набежала ключика. Мы потом все еще раз пройдем все частоты с ними, но общую логику вы улавливаете, что действительно люди интересуются колористике. И это действительно такой популярный запрос. То есть, как мы видим, мы сейчас собираем только запросы на странице услуг. Напоминаю, это вот наши страницы. То есть, вот наш первоначальный этап, как мы его должны были выделить. Но сейчас мы уже, говорится, причесываем страницу на будущий формат. Например, страница оформления бровей. Вот мы сейчас на ней. Архитектура бровей, то есть, курсы бровиста. То есть, мы видим, вроде бы все неплохо. Есть отдельно окрашивание, есть отдельно коррекция. Но я бы попробовал проверить окрашивание, сколько людей, ну, как бы, есть ли запросы. Да, курсы по окрашиванию бровей. Очень большой трафик для годового трафика. Поэтому я бы в оформлении бровей сделал бы отдельно курсы по окрашиванию бровей. И отдельно я бы сделал по коррекции. Да, действительно, обучение коррекция бровей. Интересно, как выглядит архитектор бровей. Ну и, собственно, мы не забываем, что у нас может быть мусор. Мусор нужно всегда добавлять в минус-слова. Москва, МСК. И минус-слова, конечно же, мы всегда должны вот таким вот образом выделять, проверять и удалять. Они должны просто не мешать нам работать с нашей семантикой. Поэтому они могут проскакивать. Это вы не застрахованы. Собирая семантику, всегда минусы будут проскакивать. Поэтому вы будете добавлять их, как говорится, по мере. Как мы видим, вот уже здесь уже начинаются курсы архитектуры бровей. Мне постоянно интересно, что действительно это ищут. Да, есть. И довольно большой трафик. Архитектура бровей, обучение. Архитектура бровей, обучение – это наш ключ. А вот этот, точнее, вот так вот мы сейчас делаем. Это не наш ключ, а вот это наш ключ. Мы его закидываем. То есть, видно, ищут. Значит, даже при такой, ну, как бы, архитектура бровей, обучение довольно-таки большой трафик. То есть, я вот этот запрос, например, не проработал. То есть, мы вот сейчас его возьмем и вот так проработаем. И коррекцию. Ну, вот еще ключики нашлись. Я уверен, что по коррекции бровей я тоже найду ключи. Как вы видите, по архитектуре бровей вот как бы тоже есть ключи, которые можно использовать непосредственно в составлении контента страницы. Я не буду останавливаться. Сейчас мы собираем семантику. Я буду потом рассказывать в следующих роликах, как использовать конкретную семантику для конкретной страницы, чтобы она начала ранжироваться на примере нашего сайта, либо любого другого сайта, который мне кто-либо пришлет. Не забываем, ссылочки на сайт присылаем на текущем вебинаре. Там всегда есть ссылочка для отправки сайта на участие. Я буду их выбирать и разбирать либо в наших роликах, либо на вебинарах. Будет такая у нас традиция. Вот. И по этому поводу смотрите внимательно. Если мы сейчас пройдемся по ключам, которые мы нашли, мы увидим, что ключей действительно очень много. И вот есть такие группы, которые явно нужно разбивать. Ну то есть явно нужно разбивать. Почему? Потому что здесь есть очень много ключей. Вот. И здесь вот, например, сразу выделяется аппаратный маникюр. Вот мы его выделяем. Аппаратный маникюр. Огромная группа ключей по аппаратному маникюру. Почему нужно разбивать такие большие группы? Вам трудно будет их продвигать, если в них будет слишком длинный контент. Разбив ее внутри по страницам, вам будет ее легче продвигать и как услугу, и с точки зрения сил. То есть аппаратный маникюр мы отобрали. Потом у нас что есть еще из запросов? Вот вы видите, я сейчас иду к запросам и выбираю какие-то ключевые слова, которые являются триггерами. Так. Школу. Это мусор. Маникюр в школу. Это у нас попал мусор. Ну что есть школа, школу. Вот Яндекс в этом плане немножко очень-очень, как говорится, слабенький. Пилочный маникюр. Даже такой есть. К сожалению, нет. К сожалению, это не страница запроса, очень маленький. Если мы идем ниже, 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 то мы упираемся в то, что, как говорится, дальше идут просто повторы одних и тех же слов между собой. То есть, и, соответственно, если вы пересмотрите семантику, увидите, что ключей много, но в цене об одном обучение маникюру, цена, стоимость с дипломом, сертификатом. Просто в разных комбинациях. На самом деле, это нормальное явление для очень высокотрафиковых тематик. Разбивать такие, будь же дальше, большие страницы нет смысла. То есть, если вы не видите четко разделение по логике, это все запросы одной страницы. Такое нормально. Бывает одна страница, имеет огромное количество запросов. Вот яркий пример. Это тот случай, когда кластеризовать дальше не нужно. Я понимаю, что наш кластеризатор раскластеризует. Почему? Потому что он бьет по словам. Но если вы видите, что с точки зрения смысла это все одно и то же, то при помощи обучения нашего же кластеризатора через синонимы, он вам не соберет огромный кластер из этой страницы по этой же логике. Поэтому, да, действительно, здесь вы можете обратить внимание, есть очень много ключевых слов. Они все идут по относительной одной тематике. Если момент, что всякие пошагово, это явно ключи для блога. Поэтому пошаговые все возможные ключи, это у нас уйдут в блог. Инструкция, пошагово. Это у нас, как говорится, всякие ключи для блога, для видеороликов. И они нужны для других целей. Поэтому вот сейчас, например, мы сделали семантик, и мы ее сейчас выгрузим. Вот она у нас будет сейчас. Готово. Вот она у нас есть. И вот наша архитектура, как говорится, нашего будущего сайта. Как мы ее видим? Вот мы теперь вот сейчас заходим сюда. Нашу карту. Вот это, что мы делали, мы куда-то убираем. Допустим, она нам не нужна. Вот мы сюда вставляем нашу архитектуру. И вот наша архитектура, как мы ее продумаем, со всеми ее нюансами. Условно говоря, вот наши страницы. В каждой странице, ну, тут единственный момент, она делает ссылки. Но ссылки, понятно, на документы, к цели, которые у меня находятся, условно говоря, на компьютере. Поэтому они здесь не кликабельны. Любые другие сервисы позволяют сразу же сюда и ключи подтянуть. Вот вы сразу уже пишете конкретное ТЗ, какая должна быть страница. Прямо вот в этом сервисе пишите четкое ТЗ программисту, четкое ТЗ копирайтеру. И вот у вас майндкарта, это вашего будущего сайта, вы сюда прикрепляете. ТЗ прогеру, ТЗ копирайтеру, ТЗ дизайнеру. Взяли, прикрепили себе сразу ссылки на эти все доки. И вот у вас по каждому странице прорабатываете отдельно, идете по каждой странице. Ошибкой многих является, что собирается семантика, оторвана, условно говоря, от сайта. Вся собранная семантика должна четко располагаться по всей архитектуре. То есть, как вы видите, я ничего не трогаю в остальных местах. То есть, у нас все задумано, как изначально было на нашем сайте, по этой структуре. И вот, например, я бы порекомендовал этому сайту расширить структуру страниц, создав новые страницы на основе собранной семантики. Как вы видите, обзор платных сервисов позволил мне очень быстро собрать семантику. И не потратив на это особо много времени. Но если бы я делал, допустим, это при помощи бесплатных сервисов, это возможно было бы дольше. Но я все равно бы пришел бы к этому результату. Я бы в кластеризаторе склеивал бы кластеры, которые являются однотипными. И, соответственно, вышел бы рано или поздно на вот эти ключи, перебрав, конечно, гораздо больше ключевых слов. Наш кластеризатор позволяет это делать очень удобно, быстро и, говорится, комфортно. В этом плане вы можете убедиться и проверить. Я все-таки собираю семантику более сложным методом. У меня просто есть определенные привычки. А как собираете семантику вы, напишите в комментариях, какими сервисами вы пользуетесь. Хотелось бы более детально получить фидбэк от всех вас. Ну и, конечно же, до новых встреч. Не забываем подписываться на наш канал. Нажимаем на колокольчик, чтобы получать уведомления в браузере. Ну и у меня есть подкасты. Я выпускаю там свеженькие аудиоподкасты. Планирую сейчас возобновить цикл словарь SEOшника. Так что буду вас всех ждать. До новых встреч.